МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Подал в отставку свои полномочия. Сегодня досрочно сложил председатель Ноябрьской городской думы Анатолий Крылосов. Свиной гриб шагает по Ямалу. В соседнем Губкинском от вируса H1N1 умер человек. Как обстоят дела в нашем городе и как себя обезопасить? Сел в лужу. Отчего в местных поселках появляются ямы с горячей водой? Да такие, что в них проваливаются джипы. Председатель городской думы Ноябрьска сложил полномочия. Своё решение Анатолий Крылосов озвучил сегодня на внеочередном заседании городской думы. Поводом послужило его письменное обращение 25 февраля. Исполнять обязанности главы представительного органа будет заместитель Крылосова Артур Коломец. А нового председателя дума должна избрать в течение месяца. Но, скорее всего, это произойдёт 28 февраля. На ближайшем заседании депутатского корпуса. Добавлю, пост председателя Анатолий Крылосов занимал почти 4 года. И вот, как он объясняет свой добровольный уход. Я, наверное, коротко объясню свою позицию. Вы, наверное, в курсе дела, что по долгу уже службы и по сложившимся жизненным обстоятельствам я большую часть времени нахожусь вне города. Наверное, было бы правильным, чтобы председатель городской думы больше находился в городе. Ну и, наверное, время сейчас, время молодых. Поэтому есть возможность поработать молодым. На Ямале зарегистрирован первый случай летального исхода от заражения свиным гриппом. После заболевания высокопатогенным вирусом H1N1 скончался мужчина из Губкинского. Вообще, ситуация с заболеваемостью сезонным и высокопатогенным гриппом на Ямале характеризуется как особо напряжённая. Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен по всем возрастным группам населения. Но особую тревогу вызывает уровень заболеваемости среди детей от 14 до 17 лет. Здесь превышение составляет более 300%. Вот что говорят специалисты из Муравленка. Да, к сожалению, у нас зарегистрирован совсем рядом в соседнем городе, городе Ягубкинском, первый смертельный случай среди наших ближайших городов от высокопатогенного так называемого свиного гриппа H1N1. Мужчина 50 лет никогда не прерывался против гриппа. В этом году, 18 февраля, ему лабораторно был подтверждён диагноз свиного гриппа и через 5 дней, буквально 23 февраля, он скончался в отделении Губкинской городской больницы. Тем временем в ноябрьске число больных с свиным гриппом остаются на прежнем уровне – 38 человек. А в целом по округу высокопатогенный грипп H1N1 лабораторно подтверждён у 125 человек. Чаще всего болеют взрослые. К примеру, в нашем городе из 38 заразившихся только 6 – это дети до 14 лет. Основные меры профилактики заболевания – это вакцинация, масочный режим, причём менять одноразовые маски необходимо каждые 4 часа, проветривание помещений и соблюдение правил гигиены. В основном тяжесть течения средняя, встречаются, выявляются больные с диагнозом вне госпитальное пневмонии, с ОРВИ, в основном средней степени тяжести лечения соответствующее получают в условиях стационара. Многие уже выписаны домой. Но основные симптомы гриппа – это внезапный резкий подъём температуры тела, озноб, общая слабость, головная боль и кашель. Минздрав готовит проект приказа, который определит новый порядок оказания медицинской помощи. В частности, с медиков планируют полностью снять временные ограничения по прибытию на место вызова. В настоящее время неотложка обязана быть у обратившегося в течение 20 минут. Эксперты опасаются, что если приказ будет подписан, то скорая помощь перестанет быть скорой. К тому же, помимо временных показателей, новый документ может исключить и систематическую дезинфекцию санитарных машин, сообщают сегодня известия. Размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также по уходу за детьми, увеличен, сообщает Пресс-служба правительства. Документ уже подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Планируется, что финансовое обеспечение реализации проекта постановления будет осуществляться за счет средств обязательного социального страхования. Временных рамок на использование материнского капитала нет. Отделение пенсионного фонда по Ямалоненецкому автономному округу информирует, что появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что воспользоваться материнским капиталом необходимо до 2016 года не соответствуют действительности. И уточняет, что для получения права на маткапитал нужно, чтобы ребенок появился на свет до 31 декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены. Напомню, в 2013 году сумма материнского капитала составила почти 409 тысяч рублей. Директора Ямал-Автодора Андрея Шоле уволят за плохое содержание зимников. Об этом сообщил замгубернатор Евгений Мискевич накануне в рамках экстренного совещания. Он добавил, что будет расторгнут договор с муниципальным предприятием Шурышковского района, который не справляется с содержанием временной дороги. По данным спасателей, плохой контроль за эксплуатацией зимников приводит к многочисленным чрезвычайным ситуациям и гибели людей. Так, 20 декабря минувшего года под лед ушел грузовой автомобиль ИНИВА. В результате погибли два человека. Еще один грузовик утонул 22 февраля. Евгений Мискевич распорядился увеличить количество плановых проверок зимних автодорог. Теперь вместо одного раза их станут проверять трижды в неделю. Похоже, что инспектировать чаще надо не только загородные дороги и так называемые зимники. Не мешало бы проверять и внутрипоселковые дороги Ноябрьска. Чтобы таких ситуаций, в которые попал один из жителей нашего города, больше не случалось. Что произошло накануне вечером возле дома 22 по улице Рабочей? В рубрике «Нам здесь жить» рассказывает сам пострадавший. Возвращался вечером домой с работы и попал в это самое, во-первых, темно, не видно, проезжал и попал в промоину. То есть я не знаю, к кому теперь обращаться. У меня поврежден автомобиль, полностью поврежден бампер, радиатор, загнута решетка передняя, сломалась. Я просто не понимаю, почему, если произошла какая-то авария, почему не взять, не огородить, допустим, это самое. Это же несложно и не затратно, я думаю, по деньгам. То есть поставить два железных каких-то этих самых гоника и натянуть ленту, и все. Фонарь не светил. То есть здесь не было видно это самое, было вот так вот запорошено. Ну, представляете, вечером, то есть, хотя бы даже пленочка какую-то, можно пленочку было вот так вот отсюда вот отсюда натянуть, и тоже она фотоэлементная, да, она это самое видно будет. И вот как ситуацию комментируют специалисты «Энергогаз Ноябрьска». Никаких заявок и никаких обращений в «Энергогаз Ноябрьска», каких-то технологических нарушениях до обращения журналистов не поступало. Ну и как бы вы же понимаете, что мы не можем около каждого дома поставить дежурного, и зачастую жители сами сообщают нам о каких-то инцидентах, о каких-то технологических нарушениях, за что им большое спасибо. И как бы у нас вот сейчас вызывает недоумение тот факт, почему мужчина сразу же о случившемся не сообщил в аварийную службу, ведь в такую же ситуацию могли попасть и другие водители. Что касается причины, то в этом месте просто случился засор канализации, и источные воды начали потихоньку выливаться из канализационного колодца. Заявка к нам поступила в 10.20 утра, в 10.35 уже наши специалисты были на месте, выяснили причину, и в 12.40 засор был устранен. Что можно было сделать еще вчера, если бы мужчина обратился в аварийную службу. Свыше 300 миллионов рублей в текущем году будет потрачено на ремонт муниципальных объектов «Ноябрьска». Об этом сегодня говорили на аппаратном совещании в администрации города. Почти две трети суммы идет на капремонт семи школ и четырех детских садов. Около 60 миллионов предназначено для объектов управления культурой. Работы коснутся в основном городского дворца культуры «Кино-Русь», детской школы искусств и центра досуга «Нефтяник». Сумма более 20 миллионов рублей обойдется городу ремонт дворца молодежи и некоторых других спортивных объектов. Примерно столько же предусмотрено на работы в административных зданиях. Руководитель дирекции муниципального заказа Александр Горубань рассказал, что практически по всем объектам уже подготовлены и размещены заявки. Так что работы должны начаться вовремя. Мы в этом году прописываем жесткое условие в контракте. Это обеспечение контракта, дополнительно штрафные санкции. И уже как в том году у нас по 10-12 человек на аукцион не выставляется. 3-4 максимум. Поэтому отбор идет жестче. Я попрошу всех руководителей, учреждений, управлений, так чтобы на самом деле вы контролировали, потому что объекты это ваши. А не так, что сдали объекты, потом я случайно туда заезжаю и вижу вот эти недоработки. То есть в любом случае ответственность с вас не снимается. Регулярно проверять торговые объекты на предмет заключения договоров на вывоз мусора на совете директоров предложил руководитель ноябрьского специализированного автотранспортного предприятия. Раньше такая практика в ноябрьске была и хоть как-то помогала коммунальщикам бороться с несанкционированными мусорными свалками. А вот как бороться с кучами снега, которые сегодня актуальнее мусорных. Причем найти хозяев как тех, так и других часто бывает трудно и за помощью приходится обращаться в полицию. Дорожники просят руководителей предприятий и владельцев торговых объектов, которые расположены вдоль городских дорог, не складировать снег у проезжей части. А специалисты энергогазноябрьской обратились к управляющим компаниям с тем, чтобы они тоже тщательнее выбирали место для снежных горок и уж точно не собирали снег там, где расположены пожарные гидранты. Чистка идет снега внутриквартальная, подгребается снег к тепловым камерам там, где находятся пожарные гидранты. Потом, когда подходит очередь уборки этих куч, когда гребут, будем говорить так, что погрузчики, сбиваются блоки, блоки разрушаются. Разрушается гидроизоляция верхнего покрытия тепловых камер, что потом приводит в летний период. Начинаем мы ремонтировать то, что было сделано в счет, допустим, бюджета. То, что можно сохранить сегодня, оно сегодня же и ломается. Ну а далее выпуск продолжит блок спортивных новостей. Хоккеисты Омского авангарда в 1-8 плей-офф. Кубка Гагарина проиграли Сибири второй матч подряд. На этот раз команды встречались в Новосибирске, где гости, являющиеся фаворитом в этой паре, весь матч владели инициативой и нанесли намного больше бросков по воротам, чем хозяева. Однако вратарь Сибири творил чудеса, как результат поражения ястребов 1-4 и новосибирцы впереди в серии до четырех побед 2-1. Сегодня соперники проведут очередной матч, после чего команды переедут для выяснения своих отношений снова в Омск. В ноябрьске прошло традиционное первенство города по мотокроссу, которое стало своеобразным смотром того, как дружина «Газпром-Невск» готова к очередному сезону. Несмотря на то, что на трассу в этот день выходили друзья-одноклубники, в каждом из заездов в борьбе за пьедестал почета разворачивались весьма нешуточные сражения. Одним словом, тренировочных настроений не было, каждый из спортсменов выкладывался по полной и старался показать все, на что способен. В целом, результатами заезда в тренерский штаб остался доволен, а генеральный спонсор готов создать для команды все необходимые для будущих побед условия. Планируем закупку новой техники, закупку запчастей, командирование нашей команды на соревнования по России. Сейчас предварительно составлен план график участия в соревнованиях. Планируем, что наши ребята достойно будут представлять наш город и ноябрьск нефтегаз. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Через несколько секунд вы узнаете прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго и до встречи. Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 27 февраля в Слехарде снег. Ветер северо-восточный, температура 22 градуса ниже нуля. В Муравленко снег. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура 8 градусов мороза. В Ноябрьске облачно. Снег. Ветер южный до 8 метров в секунду. Температура минус 9 градусов.